Сегодня классное морозное утро Очень красивый рассвет И совсем-совсем не жарко Уже мерзут руки, мерзут ноги Мы сегодня ловим окуня на городском участке Москварики Летом мы обычно таким не занимаемся Но зимой окуня обычно много И он крупный Постараемся сегодня что-нибудь поймать Получится, нет, не знаю Пока что активность окуня мне не очень нравится Но я думаю, что мы сможем И все у нас сегодня будет Обычно самые крупные окуни Клюют именно на рассвете Поэтому мы сегодня приехали пораньше И начали пробивать как раз Когда начало стоить солнышко Объемный рак В расчете на крупных, толстых, полосатых окуней Но они пока на нас Не особо рассчитывают Окуни сегодня походу не клюют На смену им пришел судачок Небольшой Вроде судак мелкий Но с палочкой до 4 грамм Сопливо такого строя Легчайший У вас же все равно прикольно Продолжение следует... Этот зверек это просто бедолага Вот я сейчас стою на воздухе У меня отмерзают руки Коченеют ноги А он из воды вылезает на холод В минус 15 Не везет, конечно, ему Не хотел бы я оказаться на его месте Трофейные московские окуни Выглядят Именно так Ладно, на самом деле Я думал, таких здесь нет Мне казалось, здесь окуни рождаются Размером хотя бы с ладошку Но, как мы видим, не все Ладно, отпустим Потому что сегодня очень морозное утро И рыба реально может заморозиться Таким темпом Вот и начало клевать Поклевки на каждом забросе Вот это, я понимаю, Москва-река Трофейная рыба Для трофейных рыболовов Это все камеры Я не знаю, реально камеры Это магическим образом отпугивает рыбу Так всегда почему-то В окуне есть такая особенность Что иногда стоит разразнить одного И клевать начинает вся стая В принципе, сейчас примерно так и происходит Как по книжке Сегодня я взял на рыбалку два комплекта Первый используется под микроджик Легкие веса для ловли в прибережной зоне Вот по обраткам, по всяким Где-то совсем недалеко от берега А второй, это уже под отводной поводок Я, в принципе, не очень люблю эту оснастку Но здесь она уместна в том плане Что иногда нужно далеко кидать И ловить на объемную резину Вот именно на... Давать приманке зависания Именно это любит крупный окунь Ну, надводной издалека присел Кто-то вроде чуть-чуть покрупнее Тех, что под берегом Но не сильно больше, конечно Такое он Уже, походу, и коренной Я сейчас что сделал? Поменял приманку с трех дюймов на два А это для окуня очень существенное изменение И, возможно, сейчас Средний размер рыбы Будет клевать получше Есть Ну Поклевка была четкая На паузе Все как надо Я же не могу понять То ли у меня зрение плывет То ли он как-то на солнце Совсем классно блестит Ой, кольца скрипят Кольца скрипят под весом таких монстров Этот уже вроде бы поприятнее А, так это опять судак Че сегодня такое? Че они сегодня раскрывались? Вообще участок на самом деле Совершенно не их Не знаю, откуда сегодня Столько судака развелось Я думаю, что сегодня Вообще можно переключиться На ловлю судака Потому что они сегодня клюют Намного лучше, чем окуни Их даже на окуневом участке Чуть ли не больше, чем окуней Ладно, пора отпускать Сегодня по ощущениям Минус 10, минус 15 И мерзут не то, что кольца Но даже и ролик катушки Поэтому приходится периодически очищать В принципе, хороший вариант Просто, если у нас вода теплая Река с теплой подпиткой Просто макать кончик спинка в воду И кольца сами по себе будут оттаивать Но на таком морозе, как сегодня Это чревато То есть, стоит только один раз макнуть У нас весь бланк покрывается льдом Просто спинка превращается в какую-то сосульку И из-за этого становится еще хуже Поэтому я бы оценивал так Типа где-то до минус 10 можно макать Ну, в реках с теплой подпиткой, конечно После минус 10 уже лучше очищать руками Сегодня я предпочту почистить пальцами это все Ну, естественно, ни о какой рыбалке не может идти речь В такой мороз, если вы не обработали заранее шпулю Или хотя бы перед самой рыбалкой Я использую силикон Просто залили шпулю Шнур немножечко впитает И станет получше с этим Еще очень классный способ В мороз мазать кольца вазелином Или помадой гигиенической Тоже классная штука Ну, то есть, вот именно к самим кольцам Вода таким образом прилипает меньше Ну, а так или иначе, счищать приходится, потому что это зима Такие условия Каждый год на Москварике под зиму сбрасывают уровень воды Где-то на 2 метра по вертикали После этого оголяются берега И просто можно наблюдать, что вообще находится под водой А под водой находится просто страшное что-то Какие-то железяки Всякие металлоконструкции Различная арматура Это, с одной стороны, выглядит ужасно Но вот в антропогенном мусоре Мне кажется, есть свой шарм Субтитры сделал DimaTorzok Вот это уже что-то поприятнее Даже посопротивлялся У меня палка до 4 грамм Гнется до рукояти на таких А что же происходит, когда там что-нибудь за полкило Это была подсечка В лучших традициях пала Потому что поклевка была реально очень классная Но оно, собственно, и понятно почему Потому что мы сегодня ловим совершенно не ту рыбу Которая сегодня клюет В принципе, я здесь на него и рассчитывал Но поклевка была, конечно, хорошая Неизбежная ситуация на Аскварике Это здесь абсолютно нормально Единственное, что меня здесь смущает То, что у меня там отводной поводок А перевязывать на морозе его Это... Ой, какое неприятное дело Ну Ну, извините Вот как это называется Ну, собственно, явление совершенно обычное Плотва на спинг, как всегда После поклевки Что-то как-то это непонятно стало Рыбу прям носит с стороны в сторону Думаю, что ж такое-то Что это могло бы быть А это, оказывается, плотва Толстенная причем такая Но иногда они попадаются на микроджиг Такое бывает Сегодня был офигенный день на реке Рыба клевала Но клевала не та, которую мы ловили Крупные окуни спали Но зато все остальное отдавалось за них Поклевок было много Мне понравилось Сегодня было классно Пора ехать домой Потому что очень холодно Сейчас реально до дрожжи просто во всем теле Так что Пока Я поехал Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok